Съемочная группа CBC продолжает нас оповещать о самых последних событиях с линии фронта. Сейчас с нами на прямой связи моя коллега Эльмиры Мусазаде из Тартары. Эльмира, здравствуйте. Здравствуйте, студия. Наша съемочная группа находится сейчас в Тартарском районе Азербайджана. Здесь по-прежнему соблюдаются режимы светомаскировки. Несмотря на установление режима прекращения огня, все равно до сих пор сохраняется вероятность артиллерийского обстрела со стороны вооруженных сил Армении. И отмечу, что режим прекращения огня был установлен в субботу в 12 часов по полудню. Однако спустя буквально полчаса после установления данного режима вооруженные силы Армении открыли огонь по селам Тартарского района. В частности, три снаряда были выпущены по одной из деревень Тартарского района. Чуть позже вечером под массированный артиллерийский обстрел попал Агдамский район Азербайджана. Всю ночь велись ожесточенные бои, а в 2 часа ночи со стороны вооруженных сил Армении был выпущен ракетный снаряд по городу Гяньджа, который является вторым по величине городом в Азербайджане. Гяньджа располагается в 60 километрах от линии фронта. Это не прифронтовая зона, это не зона боевых действий. Однако, несмотря на это, мирные граждане стали целью для вооруженных сил Армении. Как я уже отметила ранее, был выпущен ракетный снаряд. Предположительно, это снаряд от оружия под названием Эльбрус или СКАТ на западный манер. Сегодня наша съемочная группа понаблюдала за тем, как представители дипломатического корпуса, послы, а также военные атташе побывали на месте, куда непосредственно попал снаряд. Я отмечу, что в результате атаки со стороны вооруженных сил Армении погибло 9 человек, 34 человека получили ранения. Среди них имеются малолетние дети, а также женщины. Кроме того, накануне ночью было выпущено несколько ракет по территории Азербайджана. Это не только город Гянджан, но и город Мингичаур, где находится электростанция. К счастью, ракета не разорвалась, жертв удалось избежать. Однако, мы стали свидетелем того, как в очередной раз вооруженные силы Армении атакуют важные стратегические объекты, таким образом нарушая безопасность всего региона. В частности, вооруженные силы Азербайджана дают адекватный ответ противнику, подавляются его огневые точки, несмотря на установление режима о прекращении огня. Как я отметила ранее, по всей линии фронта вооруженные силы Армении пытаются перейти в наступление, пытаются атаковать азербайджанскую армию, а также мирных гражданских людей. Однако, мы видим, и это четко видно по кадрам распространяемого Министерством обороны Азербайджана, мы видим, как оперативно подавляются огневые точки противника, уничтожается его техника и личный состав. Наша съемочная группа продолжает работать в прифронтовой зоне и передавать самую оперативную информацию. Студия